Патриарх Кирилл сегодня выступил в поддержку кандидатов в президенты Владимира Путина. Он заявил, что у премьера самые высокие шансы стать главой страны и предложил предметно поговорить с представителями религиозных деятелей, поскольку это даст будущему президенту возможность услышать их реальные пожелания. Но о том, какие пожелания церкви уже дошли до премьера, расскажет наш коллега Юлия Таратута. Юля. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с координаторами самых мощных электоральных групп, представителями традиционных конфессий России и немедленно получил поддержку титульной конфессии. Путин самый реальный кандидат в президенты, по сути, сказал Патриарх российским православным. Патриарх поддержал Путина и в частности. Общественное телевидение, о котором сейчас часто говорят, не должно становиться рупором для децибел меньшинства, которое громче всех заявляет о своих требованиях, считает предстоятель Русской Православной Церкви. Иными словами, он дал понять, что на антипутинские протесты в Москве не стоит обращать внимания. Не так давно опальный бизнесмен Березовский обратился к Патриарху в своем интернет-дневнике. Патриарх по плану бизнесмена должен был предложить премьеру опомниться и передать власть народу. Ну, судя по тому, что была реакция и со стороны Патриархии, и со стороны офиса Путина, ну, реакция, естественно, отрицательная резко, знать такого не знаем, изложно там чего-то вякает. Но для меня самое главное, вот эта реакция означает, что повестка вручена. Да. То есть, то, что они не смогут сказать, что они не читали эти письма, да. А для меня это и было самое главное, потому что это мое понимание о том, как можно остановить кровопролитие в России. И что именно от этих двух людей, я имею в виду, это с моей точки зрения, я еще раз говорю, именно от этих двух людей, от Путина и от Патриарха, зависит, прольется кровь для смены режима, да, или это может произойти мирно, то есть режим может передать власть мирным путем. Уже очевидно, что Патриарх выбрал иной путь, не тот, которому предлагал опальный бизнесмен. Православные люди не могут выходить на демонстрации, заявил Патриарх перед шествием по Экиманке. Он еще не знал, что православным сторонникам Владимира Путина предстоит выйти с контр-митингом в защиту Путина же на поклонную гору. Патриарх Кирилл знает, что такое поддержка во время избирательной кампании. Он сам получил пост главы РПЦ в результате настоящей политической схватки с влиятельным оппонентом, митрополитом Климентом. Войны компроматов и серьезной работы с избирателями, делегатами архиерейского собора. Кремль симпатизировал кандидатов в Патриархе Кириллу, единодушно считали тогда светские и церковные аналитики. Накануне голосования митрополита, митрополиты часто встречали на кремлевских приемах и закрытых светских мероприятиях с участием крупных чиновников и первых лиц государства. Патриарх Кирилл, если воспользоваться светской терминологией, оказался, пожалуй, самым успешным джарщиком церкви. Это при нем в 2010 году Дума приняла законы передачи религиозным организациям церковного имущества, получившие в народе звание закона о реституции. Духовные вузы, благодаря Патриарху, получили возможность выдавать дипломы государственного образца. И при них уже совсем скоро можно будет создавать диссертационные советы. Но главное, именно Кириллу удалось сильно продвинуться в схватке за основу православия, когда этот курс фактически почти что узаконили в школьной программе. Знакомиться с основами православной культуры школьники будут в рамках общего курса основ традиционных религий. Но зато светский характер преподавания больше не обязателен. Сегодня Путин пообещал, что преподавать смогут не только теологи, но и священники. Правда, в церкви считают, что Патриарх пока движется с недостаточной скоростью. Дело декларации, другое дело реализации технических деклараций. Ну, например, было объявлено еще в 2009 году о том, что в армии появятся военные капелланы. На сегодняшний день за два года этих капелланах 18 человек на нашу огромную армию. Из них один, мол, 18 православных священников. Из этих 17, по-моему, большинство служат за пределами России на ограниченных базах. Подобное происходит и с преподаваниями в основной православной культурной школе. Это тоже вроде бы инициатива, проекта инициированный Патриархом Кириллом, поддержанный президентом Медведевым. И в итоге он вливается в то, что в школах в массовом порядке будут уроки совершенно весьма и весьма далекой, почерненной безрелигиозной, светской рейтинги. Избирательная кампания продлится еще месяц. Не исключено, что скорость увеличится. Спасибо. Спасибо, Юля. Юля Таратута об отношениях Патриарха и правительства. Но мы...